Спасибо. И у нас есть десяток, может быть, 15 минут для того, чтобы высказаться по общим вопросам. Мы назвали это итоги, но на самом деле не обязательно подводить итоги. Да, я хотел бы отметить, что предложение Александра по поводу создания группы уже воплотилось в жизнь. И вы либо уже подключены в эту группу, либо получили письмо, в котором есть ссылка на подключение к этой группе. Я имею в виду экспертов. Ну и кто хочет сказать что-то в защиту? Человеков. Хотел сказать Маугли? Нет. Человека или наоборот искусственного интеллекта. Подустали-то. Подустали. Столько было энтузиазма, и он... Я вот о чем подумал. Я видел разные автоматизации. В частности, сейчас участвовал в двух волнах автоматизации таможенного декларирования. Простите за, опять-таки, отсылкой к этой предметной теме. Но когда была вторая волна, там идет процесс передачи данных на сервера таможенной службы. И он акцептируется на каждом этапе электронной цифровой подписью. Так вот, большая часть сообщения была подписана там каким-то Геннадием Ивановым. Я его лично знал, это сотрудник был Южного таможенного управления. Он, естественно, ни одной декларации не читал. Но его ЭЦП-шка стояла в сервере, и сама процедура так выглядела, что это обязательно подписывается. Я к чему про искусственный интеллект? Мы тут вот еще с Юрой говорили в перерыве. К тому, что, в принципе, пусть Геннадием что хочет. Если тебе нравится, если ты это акцептировал, ты за это и отвечаешь, я так считаю. То есть, тот человек, который сказал, ну вот, я с этим текстом согласен, и его опубликовал. Вот и все. Не надо, мне кажется, ничего маркировать. Как-то так, как идея. Саша, сзади. Сейчас я хочу запись из онлайна. Интересная, отличная. Я так понимаю, запись будет через день-два. Мы ответили да. И по одному поводу, и по второму. Запись куда, в группу? Ну, на Ютуб выложим, я так понимаю. Хорошо. А можно только запись? Я говорю, что это личный конкурс, но если бы мы раздали теги, то мы как бы выглядели. Теги какие? Теги какие? Тайм-дайм-дейм, тайм-коды. Тайм-коды. Да, понятно. Я просто порежу. Зачем тайм-коды, когда в Ютубе лучше работают отдельные ролики, 20-минутные, чем 8-часовая запись? Вот, смотрите, я буду рассылать информацию о конференции, и я могу сказать, вот, смотрите, вот это, вот это, вот это отличное, а остальные, как-то, да. Так это, так это можно сказать и о конкретных роликах. Нет, нет, ну, если я отсылаю на один ролик, дай мне код, дай мне код, дай мне код, дай мне код. Ну, все равно, да. И на первой лепе, который, так, не дай мне код. Да. Все равно три ссылки или четыре, что так, что так. Паш, ну можешь и так, и так. Ну, в прошлом году сделал и так, и так. Микрофон и не выдержит. Ну, ладно, я чуть-чуть объясню проблему, связанную с тем, почему надо ИИ маркировать. Когда вы не маркируете контент, что он создан с помощью ИИ, да, то это называется плагиат, присвоение авторства. Ты контент сделал не ты, или, по крайней мере, часть контента сделал не ты, но ты подписываешь это с собой. А это плагиат, уголовное преступление. То есть это вопрос, это вопрос из этики. Это вопрос из этики. И, в общем-то, из уголовного права. Нет, нет, смотрите, еще раз. Вот, у контента есть автор. Права автора, они защищаются гражданским кодексом. Вот, вы написали там какой-то реферат, к примеру, да, ну или неважно, там, что-то, какой-то контент написали. Если у вас, например, четверть этого текста, на самом деле, сгенерировано искусственным интеллектом, то это написали не вы, а вы пишите, что написали вы. И это плагиат. Это тезис Джерона Ланье, на самом деле. Он его очень давно, еще до искусственного интеллекта, начал окучивать по поводу, и сейчас по поводу искусственного интеллекта активно продвигает в последней книжке. Он как раз и говорил, что если вы обучаете систему на основе чужих оригинальных статей, то от того, что это все там смешано, перемешано и что-то новое сделано, не возникло важности тех источников, не возникло отторжения важности тех источников, которые были использованы. Все равно без этих источников ничего бы не было. То есть, да, это понятная, на мой взгляд, понятная проблема, которую сейчас, наверное, будут решать, я думаю. Я думаю, что это не искусство, потому что я, как человек, начинал искусственного интеллекта, который был любимым, и я молодец своей неносито теперь посмешал. Я тоже продукцию получил бы осмысленно. А вы, как вы говорите, уже все эти институты, на которых были любят, значит, много ли там видели, сыграли? Ни одного. Вот именно. Мне кажется, что проблема, во-первых, как мы говорили, уже искусственный интеллект все еще не субъект, поэтому какие могут быть ссылки на него. Во-вторых, когда мы рецепты кулинарные пишем и выкладываем, мы же не пишем, что муку мы использовали фирмы Макфа, потому что это вообще будет реклама, да, а воду брали из колодца. Поэтому, ну, такой спорный тезис. Я вот про что хотел сказать, что у нас сегодня состоялся ряд важных историй. Во-первых, мне бы хотелось обратить внимание на то, что искусственный интеллект мы все понимаем немножко по-разному и представляем себе его. И, может быть, сегодня каждый услышал для себя какую-то новую важную коннотацию этого понятия. Во-вторых, мы, мне кажется, сделали несколько важных акцентов про то, для чего он может быть использован как собственный инструмент уже сегодня и сейчас. И мне кажется, что, как и в истории там с интернетом вещей, с большими данными, которые вручную нельзя обработать, поэтому нельзя было получить там такого точного прогноза погоды, так сейчас наступает, ну, когнитивная история про то, что многие задачи решаемые, или те, которые бы человек хотел решить без участия искусственного интеллекта в том виде, в котором он сейчас есть, невозможны были бы, а сейчас появляется такая возможность там создание контекста для произведений, для текстов там в библиотеках и прочего. Представляете, как здорово, если там какая-то цитата, употребленная в художественном произведении, будет оборастать культурно-историческим контекстом там из литературных источников, фильмов и прочее, прочее, прочее. Вот часто большие данные и пойдут, в то время как уже испорчено название, да, уже мода прошла, вот часто на самом деле они и заработают, когда искусственный интеллект до них доберется. Очень важная, на мой взгляд, история, вот, Сила Медиа, спасибо вам, потому что проблема миграции традиционного контента в цифровую среду, она на самом деле очень острая. Простое оцифровывание и перевод в электронный формат ни к чему не привело и никогда не приведет, потому что, ну, потому что, потому что форматы подачи данных, как мы сегодня уже говорили, и дидактика не совпадают, методика потом донесения всего этого до детей никуда не годится, и может быть сейчас мы получим новые средства и новые возможности для того, чтобы с этим что-то делать. Пока остается для меня лично большим вопросом, как должны выглядеть абсолютно новые дидактические средства, даже с использованием искусственного интеллекта, и это может быть направление, в котором следует думать. Спасибо. Уже люди начали отказываться, значит, пора действительно итоги подводить. Я немножко присутствовал здесь как представитель смежной индустрии, поскольку уже образованием какое-то время не занимаюсь, но до того, как заниматься нейротехнологиями, я довольно много времени посвятил автоматизации образования и информатизации, вздрагивал на словах типа EOR и электронной библиотеки. Очень было приятно вернуться в эту среду, но я хочу сказать, что такую глобальную мысль вынес. Американцы вбросили нам технологию, чат GPT, и мы столько времени и так глубоко обсуждаем какие-то этические последствия, какие-то вот, а как теперь нам вот это учить или как нам с этим жить. А на самом деле, в общем-то, технологические гиганты, они на два лагеря делятся. Одни они чисто про искусственный интеллект, то есть они уже сделали OpenAI, свой шаг, свой ход. А есть еще вторые, которые только готовят свою подляну нам, которые верят и продвигают такое будущее, в котором искусственный интеллект срочен с человеческим, не противопоставляется ему, а как бы интегрирован. И уже есть стартапы Илона Маска, Neuralink, и есть Synchron, который с ним конкурирует. И вот вполне вероятно, что через какое-то время, возможно, даже не через слишком большое, мы будем уже это обсуждать. А как вот таких детей обучать, которые не вместе с искусственным интеллектом, а прямо интегрированы с ним. И что это вообще за такие люди, которые не просто люди, а люди с ИИ, человекомашинно-гибридной системой. Похоже, что было бы интересно посмотреть еще на такую дискуссию. То есть не экзоскелет, а экзомозг. Экзокортекс, да, уже есть термин обсуждаемый, да. Понятно. Спасибо. Так, ну что, и давайте тогда по последней. А, даже, ну тогда я хочу передать слово, да, Дмитрию, который вовремя взял микрофон. Ну что ж, коллеги, теперь самое главное, у нас впереди белая ночь. Ну, конференция-то была про белую ночь. Прожили один день еще, нам бы до утра продержаться, да, в белую ночь простоять. Вам огромное спасибо, что вы нашли силы, время, что еще? Желание. Да, ну, желание понятно. Оно было всегда нам здесь, в Петербурге. Естественный интеллект, да, для того, чтобы нам всем сегодня обсудить какую-то новую индустрию, которая возникает, да, или даже возникла, та же, как в свое время индустрия сотовой связи, да, какие-то вот такие явления. Мы сейчас не обсуждаем экономическую составляющую, на самом деле, да, в основе-то все равно лежит, мне кажется, экономика какая-то. Поэтому интересно жить, да, интересно сегодня жить, ну и завтра тоже будет интереснее. Да? Да, я присоединяюсь, по-моему, было клево сегодня. Спасибо.